Когда идешь с автовокзала Dragon в сторону центра, и если ты поворачиваешь налево, то ты попадаешь в, как называют блогеры, фавелы Улан-Батора. Но я бы и не назвал их фавелами, скорее всего, частным сектором. Все-таки фавелы это нечто криминальное, синоним слова гетто. Те места, где люди живут не по законам государства, а по закону улиц. Надеюсь, здесь не так. Надеюсь, мне не выдадут по ебалу. Не стырят мой телефон, деньги, паспорт. В отличие от центра Улан-Батора, тут нет CU, GS25, тут нет тротуаров, и мне приходится идти прямо по дороге. Надеюсь, меня не собьют. Я надеялся подышать здесь свежим воздухом, но у меня не вышло, потому что тут ездят машины на дизельном топливе. Уже где-то десятая машина проезжает, коптит. Из выхлопной трубы идет черный дым. Вот, пожалуйста, чей-то дом. Стоят два гера. На возвышенности тоже расположен гер. Я, как понял, они зимой. Тут также зимуют, вот так выглядят, трущобы Улан-Батора. Там все-таки проходит какое-то строительство. Хожу уже тут около часа. Пока что не встретил ни одного светофора. Вот, пожалуйста, так выглядит частный сектор. И этот частный сектор уходит далеко-далеко в сторону гор. Конца и края ему не видно. Вот, коптит какой-то завод. Примерно в той стороне находится центр Улан-Батора. Интересные ворота. И появились тротуары. Это здорово. Это не может не радовать. Мини-маркет, пожалуйста. Поднялся на возвышенность, чтобы показать вам частный сектор. И это еще не глубина частного сектора. И это еще не так глубоко. Видите, я еще на границе с городом. Вот так люди живут. Геры стоят. Но мне здесь нравится. Спокойно. Уютно. Можно побыть наедине с самим собой. Взял сок со вкусом изюма. Очень вкусно. Сейчас я снял свою верхнюю одежду, потому что стало очень жарко. Выглянуло солнышко. И как-то хорошо стало. Но я по-прежнему гуляю по частному сектору. Я подозреваю, что скоро в Улан-Баторе будет новая авеню. Возводят новую дорогу. Я больше боюсь не людей, а диких собак, которых очень много. Я не знаю, они добрые или агрессивные. Вдруг какая-нибудь собака меня покусает. И как я дойду до дома? Искусственный. А, но тут много камней. Можно собаку швырнуть камнем. Вот уже вроде бы начинается город. Видите, вот там вдоль забора идет собака здоровая. Я примерно такую же ночью встретил, когда домой возвращался. Чуть не испугался. Но та добрая была, а это я не знаю. Собака, ты что, заблудилась? Собака? Собака? Может мне лучше перейти дорогу? А то какой-то здоровый пес. А, но он сам переходит дорогу. Главное, чтобы не набросился в меня. Собаку на поводок возьмите, а! И в частном секторе потихоньку возводят высотки. Вот тоже дом. И смотрите, открытый люк. Причем очень глубокий. Тут нет освещения. Наверняка хотя бы один алкоголик ночью упал сюда. Смотрите, я вижу русское слово. Горькие 12. Видимо, так называется улица. Вьетнам. Частный сектор продолжается. Какой-то андеграунд дом с выбитыми стеклами. Страшно как-то даже немножко. Жесткая какая-то заброшка. Интересная. Тут, наверное, бездомные проливаются. Или охранник есть. А тут уже, видимо, школа. Слышны детские голоса. Какая-то площадка. Хожу, гуляю, снимаю. Ко мне вопросов не возникает, потому что монголы думают, что я местный. Лицо похожее. Футболочка монгольская. Походка тоже монгольская. С нового моста снимаю старый мост. И вот какой-то канал, проходящий по всем, как сказать, не фавелам, а по всему частному сектору Лан-Батара. видимо, тут когда-то бывает вода. Я посмотрел по картам. Да, показано, что протекает какая-то речка прямо по горе. Но сейчас она, видимо, пересохла. Наверное, хорошо тут жить. Живешь в Гэри, тихо, спокойно. Тут речка протекает. А там дальше город уже начинается потихонечку. Центр. По-моему, хорошее место. Я бы себе такой вот участок купил бы, приобрел. Интересно, а что монголы выращивают на своих участках? Картошка тут растет или нет? Морковка, лук, репка. Огородов пока что я не встречал. Я вижу вышку, значит, я уже недалеко от города. Весь этот частный сектор отапливается дровами и углем. Поэтому говорят, что зимой здесь экология не очень, потому что весь дым оседает в долине реки Тул в городе Улан-Батор. И говорят, зимой тут очень сильно задымлено. Так, что там написано? Монгол 24, Мефедрон. Это же вообще наркота страшная. А это нафиг надо. Надеюсь, это кто-то пошутил. Надеюсь, у вас нет спайсов, солей, всякой хрени. Неужели у вас тоже наркота появилась? Это же зло. Нужно всех барыг отлавливать и пресекать на корню это зло. Вот вышка национальной вещательной компании Улан-Батора. А вот ее отражение. А вот там видно и слышно, как льется вода. Что там интересно? Какое-то производство, видимо. я как-то неожиданно вышел в город. все, теперь я городской пацан. Не так далеко находится, кстати, частный сектор. Можно пешочком за час, за два дойти до центра города и все, ты уже в Улан-Баторе. Так что, я думаю, можно жить без проблем там. Ну если не слишком далеко, не на горах. о, красивый вид вышки. Можно в клипе использовать этот кадр. Она, кстати, ночью загорается и еще красивее смотрится. Ну-ка, сейчас я еще плавненько так сделаю для вас. Вау! Ебой и небо.